Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Городские встречи» и у нас в гостях первый заместитель прокурора Рязанской области Монахов Юрий Иванович. Здравствуйте, Юрий Иванович! 10 сентября прошли выборы главы региона. Как Вы оцениваете, насколько беспокойно они прошли? Я бы сказал, не столько беспокойно, сколько спокойно. Прошли выборы текущие, в отличие от предшествующих выборов, как губернаторских, так и орган местного самоуправления. В целом, этому предшествовало, я думаю, сказалось, эффективное взаимодействие правоохранительных органов с избирательным комиссием, с областным избиркомом, поскольку еще задолго, за месяц до проведения выборной кампании, в прокуратуре области была создана межведомственная комиссия. Туда вошли все силовые ведомства, естественно, прокуратура областная и районные, УВД, УФСБ, избирательная комиссия областная, представители участковых избирательных комиссий. Цель этой комиссии, или межведомственной группы, было обеспечение спокойных выборов без нарушения действующего законодательства. Этому предшествовала кропотливая работа, мониторинг ситуации, проверка участковых избирательных комиссий с выездом на место, выявлялись нарушения, нарушения устранялись. Поэтому на выборы, в принципе, мы пришли уже уверены, что серьезных нарушений действующего законодательства федерального, которое регулирует избирательный процесс в этом сентябре 2017 года, не будет. Что и показали выборы, итоги выборов. То есть можно смело заявить, что ни одного нарушения на выборах не было? Нарушения были в период предвыборной кампании. То есть до дня голосования, в день голосования нарушений не было. А какие были нарушения до дня голосования? В первую очередь обращалась на состояние избирательной комиссии в плане безопасности. Второй момент – это соблюдение прав избирателей. В прокуратуре были организованы тщательные проверки всех списков избирателей. В ходе проверок выявлялись, к сожалению, в отдельных районах недостатки в работе органов местного самоуправления, а также отдельных военных комиссариатов. В основном эти нарушения были связаны с тем, что в списки были внесены и ошибочно не исключены, я опять подчеркну, не умышленно, а ошибочно не исключены лица, которые пошли служить в армию в майский призыв, лица, которые поступили в августе, в июле в высшие военные учебные заведения. Естественно, они убыли к месту жительства в связи с несением воинской службы в другие регионы. А в списках они ошибочно были оставлены. Тем самым списки избирателей были недостоверны, неточны и неправильны. Это могло породить значительное количество жалоб от представителей любого из кандидатов в губернатор или органов местного самоуправления. В прокуратуре принимались меры, связанные с несением представлений глав муниципальных образований, поскольку на них была возложена обязанность уточнить списки и направить точные сведения об избирателях в участковой избирательной комиссии. А можете привести какие-нибудь примеры, какими именно обращениями граждан занимается прокуратура? Ну, прокуратура занимается всеми обращениями граждан. Если касательно избирательной кампании, поступали жалобы, и мы их рассматривали, проверяли жалобы. Это на ущемление прав кандидатов, в том числе и в губернаторе Рязанской области. Поступали жалобы от представителей отдельных политических партий. Значит, поступали жалобы граждан на возможность незаконных вбросов избирательных бюллетеней, то есть подтостовка итогов выбора. Поступали жалобы на незаконный момент, связанный с размещением агитационных материалов. Поступали жалобы и обращения об ущемлении, по мнению кандидатов, его прав на размещение наглядной агитации. А какие из этих нарушений были, скажем так, действительными? Там были жалобы на действия отдельных участковых комиссий, что размещены не совсем там, не совсем в доступном месте. Агитационный материал не совсем правильно размещен. Все эти жалобы были на контроле в областной. Мы оттуда получали ответы, перепроверяли информацию и приходили к выводу, что жалобы не обоснованы. Части жалоб мы направляли для разрешения в районную прокуратуру. Они проводили проверку в очень сокращенные сроки, потому что мы устанавливали жесткие сроки от 3 до 5 дней, с тем, чтобы на выборах мы уже точно знали, есть там нарушение или нет. И чтобы мы могли устранить данное нарушение, и выборы прошли в спокойной обстановке. За какие-нибудь нарушения должностные лица понесли наказание? Естественно, каждое нарушение, оно не только должно быть выявлено и устранено его причиной, но и виновное лицо должно понести наказание. Вот те случаи, даже по спискам, то, что я вам здесь проводил примеры, это халатность должностных лиц, в основном органов местного самоуправления, районных служб. И по нашему представлению, 7 должностных лиц было привлечено к ответственности. Как вообще нарушения устраняются? Значит, участковая избирательная комиссия, перед тем, как проводить избирательные процессы, допускать лица голосования, должна убедиться в достоверности этого списка. Проживают эти люди на этой территории или нет? Либо они уже утратили в силу объективных причин возможности и право на голосование именно в Рязанской области, именно по улице Новоселов, именно на данной участковой избирательной комиссии. Естественно, когда мы выявляем такие факты, мы вносим представление, требуем внести изменения в списки и на момент их голосования должны лежать 100% выверенные списки. Устранено нарушение закона. Лицо, там, должностное лицо, орган местного самоуправления, который обязан заниматься сверкой этих списков. Естественно, ставится вопрос и о его наказании. И лицо наказывается в соответствии с действующим законодательством. Устранено нарушение закона, виновное лицо понесло ответственность. На момент их голосования обеспечена достоверность списков. То есть закон об избирательном праве гражданина, он полностью проведен в соответствии с федеральным законодательством. В день выборов, 10 сентября, поступали ли какие-нибудь жалобы именно от кандидатов в депутаты? Поступило три жалобы от кандидата в депутат партии ЛДПР Шерина. Жалобы были разнообразные. Сразу скажу, что по всем трем жалобам в день голосования факты не подтвердились. Значит, первый факт, насколько я помню, касался возможности вброса избирательных бюллетеней на разных избирательных участках без указания места, где это может быть произведено. Второе было обращение касалось, что один из членов избирательного участка занимался конкретно, как физическое лицо в бюллетене. Кроме выборов губернатора, были еще и выборы глав муниципальных образований. Были бы какие-нибудь нарушения на них? Я скажу, что почти каждая избирательная кампания при выборах главы местного самоуправления, она где-то в каком-то районе проявлялась связанной с черным пиаром. То есть, один из кандидатов, мягко говоря, распространял агитационный материал, порой в честь и достойный дарового кандидата. То есть, применяли в отдельных случаях такую технологию непорядочную, явно с нарушением закона. Хочу с большим удовлетворением сказать, что вот этого черного пиара в эти выборы впервые нигде не было ни в одном районе. То есть, настолько продуманы были кандидаты, которые шли на должность главы муниципального образования. И результаты голосования показали, что вот за многих глав почти проголосовало все население единодушно. А вот вообще за все время, скажем так, вашей работы, какие были самые страшные нарушения? Ну, самые страшные нарушения были этой подпольной типографии, в которых печаталась почистую такая грязь несоответствующей действительности. И изготавливались антиагитационные материалы в условиях тайного скрытия места изготовления. Естественно, на деньги полукриминальные и так далее. Все это делалось для того, чтобы посеять смут среди людей, вызвать недоверие к власти и так далее. И нами совместно с УФСБ, с УМВД, в прежней избирательной кампании, но это 5, 7, 10 лет назад такие случаи имели место, обнаруживали эти подпольные типографии, изымался незаконный агитационный материал, и виновные лица привлекались к ответственности. То есть вот такие случаи были. В эту избирательную кампанию мы тоже в плане действий нашей межвежистративной группы заложили основу не допустить существования таких подпольных типографий и изготовления законных агитационных материалов. Но к нашему удовлетворению в результате мониторинга оперативной информации таких типографий на территории Рязанской области не было. Вот если типография были ли, опять же, за все время вашей работы, вбросы голосов, когда человек вбрасывал несколько бюллетеней, и как с этим борются? Ну, вы знаете, я помню, когда я сам возбуждал по советскому району около семи уголовных дел, связанных с фальсификацией выборов избирательной кампании. Ну, это было давно, лет 15 назад. Там были и поддельные списки, и в многие моменты там возбуждались уголовные дела, направляли суд и привлекались к уголовной ответственности исполнители. Ну, обычно это исполнители простых граждан, которые за определенную плату вот такими неблаговидными поступками занимались. Но последние вот несколько избирательных кампаний, предшествующие избирательные кампании, выборы президента, губернатора Рязанской области, в эти выборы губернатора Рязанской области и глав муниципальных образований, таких фактов уже не было. То есть, люди уже поняли, уважение к закону еще больше появилось. Ну, избирательный процесс настолько прозрачный, что там, как говорится, то, что есть, то, что оно есть. А то, что нет, это уже искажать очень тяжело. А вот еще, насколько мне известно, существуют такие вещи, как подкуп голосов, когда людям перед местом голосования платят деньги, чтобы они проголосовали за кого-то. Были ли такие случаи в Рязани вообще? Были. Попытки такие были лет 10 назад. Ну, это вот, я опять повторяю, последние две избирательные кампании на территории Рязанской области мы обошли без уволовных дел. То есть, люди уже в Рязанской области стали настолько уже знать избирательный процесс, закон. Избирательные комиссии стали более четко работать. И областной избирком, в принципе, ни одного замечания от центра избиркома в этой части не получал в последнее время. То есть, было все достойно, нормально, организовано. Если я правильно помню, следующие выборы у нас будут в 2018 году. Будем выбирать президента Российской Федерации. А ведется ли сейчас какая-нибудь подготовка уже к этому? Ну, можно сказать, подготовка негласная, она уже как бы ведется. Почему? Потому что по результатам последних выборов всегда подводятся итоги. В результате этих выборов мы могли прийти к таким определенным выводам, что следующие выборы президента, они в более благоприятной обстановке будут проходить. Потому что достигнут консенсус, какое-то взаимопонимание между политическими движениями. А это очень серьезно, потому что 10 лет назад вот этого не было. Была и незаконная агитация с использованием символики партии и так далее. И сейчас многие губернаторы идут под флагом какой-либо партии, потому что есть инициатива поддержать того или иного кандидата. Я думаю, что президентская кампания 2018 года пройдет без грубых нарушений закона. Потому что уже время она как бы лечит людей. И она их уже останавливает от тех, от промечивших поступков, которые они, предположим, 10 лет назад с легкостью могли совершать. Не думая о последствиях этого. Поэтому я надеюсь, что мы сейчас уже практически подвели итоги этой выборной кампании. Получили большое удовлетворение от того, что закон не был грубо нарушен. И те незначительные нарушения, которые имели место, они были устранены еще до избирательного процесса. И поэтому задача поставлена и будет поставлена. Опять же, создадим мы международную комиссию, рабочую группу. Будем работать над тем, чтобы профилактикой заниматься, предупредительной работой. С тем, чтобы выборы президента прошли в спокойной обстановке. И люди были удовлетворены его результатами. И такой вопрос. Если обычный человек заметил какое-нибудь нарушение, или ему показалось, что он заметил какое-нибудь нарушение, куда ему следует обращаться? Ну, следует обращаться и в Сбирком, и в прокуратуру, и в полицию. Потому что все эти силовые ведомства и ведомства, которые обеспечивают избирательный процесс, они обязаны рассматривать по закону жалобы граждан и обращения граждан. Даже в том случае, если они не подтверждаются. Потому что для того, чтобы убедиться, имеет факт место, не имеет, необходимо проверить данный факт. Юрий Иванович, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Программа «Градские встречи» подходит к концу. Я напомню, в гостях у нас был первый заместитель прокурора Рязанской области, Монахов Юрий Иванович. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова